На сегодняшний день в больницах округа работает более 3,5 тысяч сотрудников. Штат укомплектован на 89%. Для привлечения медицинских работников проводится сразу несколько областных и муниципальных программ. Одна из них – получение социальной ипотеки. Судя программы в том, что специалисты получают в Московской области 50% соответственно стоимости жилья в качестве предначального взноса. И затем при оформлении ипотеки они оплачивают только проценты использования ипотекой. Саму основную сумму гасят опять в Московской области. За три квартала 2022 года социальной ипотекой воспользовались пять медработников. А вот программа «Приведи друга» – одна из недавних, но уже достаточно эффективных. «Мы по этой программе 17 человек. Судьба этой программы в том, что при привлечении сотрудника другого региона, скажем, по рекомендации кого-то из уже работающих в нашей больнице, соответственно, тому, кто работает в нашей больнице, ему выплачивается единовременная премия в размере 50 тысяч за врача и 25 тысяч за среди медицинского работника». Самая популярная среди врачей льгота – компенсация за аренду жилья. Медработникам выплачиваются муниципальные и региональные выплаты в размере 15 и 20 тысяч рублей. Эту льготу глава поручил проработать более детально. «Там всего три медицинских работника получили такую выплату. Хотя мы денежных средств больше закладываем в бюджет. Либо не доводим информацию, либо надо как-то видоизменить критерии, чтобы все-таки мы больше помощи оказывали». Особое внимание уделяется поиску самых дефицитных специальностей – гинеколога, реаниматолога, дерматовенеролога. В ближайший месяц все вакансии, по прогнозам главного врача, должны быть закрыты.